В дискорде, в соответствующую, где появляется для стримеров информация с именами игр, с названиями игр. Так, Ладо против Лабера. Ночные эльфы против нежити. Не, ну орка все, не видели пока. Сокол не участвует. Ну, Лабер, мне кажется, что это не то ли русский, то ли немецкий. Я не помню точно, как он. А, нет, из Болгарии. Undead, болгарин. Ладо эльф. Джейдарк убил Лабер в прошлом туре, кстати. А, и мы потеряли Ашара Квинн, помните? Товарищ Ладо его убил. Ну, тот товарищ, который через нагу первую играет, креативно очень. Хотели на прошлом турнире посмотреть больше его матчей, но, к сожалению, он тут вылетел слишком быстро. Розовый пони с Godfather играет, тоже потенциально очень интересная игра, помните этот Undead. Ну, вообще, розовый пони тут фаворит. Хотелось посмотреть просто на, на, хотя там Мирор, может быть и не стоит. Фоги ждет тишину или Денниса, немца какого-то. Соник ждет, долго будет ждать. Ну, потому что тут задержались, задержались из-за Маши. Маша сопротивлялась, вы помните, очень, не, боролась до конца. Вот, скрой-ка я, пожалуй, третий тур тоже. Поехали. ТГВ, ну там, да, можно, конечно, было ТГВ посмотреть, но это Undead-овский Мирор, и ТГВ, скорее всего, стримит. Можно зайти посмотреть, зайти посмотреть трансляцию. Я надеюсь, что, что он есть. Лучше сразу через игры, потому что можно не найти. Да, ТГВ стримит, вон, пожалуйста. Если вы хотите посмотреть как раз его, Undead-овский, тем более там середина уже игры. Ой, помните этого Пит-Лорда с Unholy Frenzy? Я надеюсь, что мы сегодня посмотрим побольше игр с участием этого замечательного поденицного героя. Акс спрашивает, где Хапай? О, добро пожаловать. После долгого, видимо, перерыва заходи в тему на форуме, на ГГ. Там она небольшая пока, до Анклава далеко, но есть что почитать. Эльф играет через Охотника на Демонов. А с одним Зигуратом это получается быстро и быстро Т2 получается, да, у нас? Да. Ладо американский флаг. Возможно, это американец, кстати. Потому что я такого товарища тоже не знаю, а флаг российский, он мог по умолчанию просто у него стоять и все. Вообще, может быть, мы когда-нибудь сделаем тему с автоматическим определением страны. Это особо не требуется просто на ГГ. Потому что основная аудитория у нас русскоязычная. И только на турнирах такие вот темы могут пригодиться. Ну, то, что уже турнирный модуль на английском языке весь, это хорошо. Хороший диспл, кстати. Вот любопытно посмотреть за игроками с другого континента. Потому что, ну, там своя атмосфера бывает. Такой себе фаз 2. Ну, почему? А как быстрее сделаться? Первый склеп у него. Как только лес набрался, гуляясь нон-стоп. Тыкнул Т2. Ну, понятно, что Эльф сильно тоже не отстает. Ой, можно было бы... Да, гульки поздноватые. Ну, и, может быть, не так скоординированно действовали. Хотелось бы Димку окружить. Им бы пришлось довольно долго его грызть из-за кольца защиты. Но я думаю, что они справились бы в пятером. В пятером, в шестером. Там бы вышел еще как кто-нибудь. Или ДК бы подошел. О, это был фейковый... Фейковый койл. И Эльф, видите, поставил мунвелл, хоть и запоздал. И, скорее всего, Вис бы... Ой, как замахивается. О-о-о-о! Ну, тут Майн Геймс, в том числе, и идут. Второй уровень получает ДК. Сапоги есть у Димки. Есть ДК здорового человека и персональный телепорт. Покупает Лабер. Да, я не думал, что можно вот так вот на ГГ. На Чизкапи таком полуфановом увидеть. Увидеть американский и болгарский флаг. Но приятно, кстати, что чаще всего до четвертьфиналов, там до полуфиналов доходят знакомые нам лучшие игроки. Лучшие! Кроме одного. Лучшие игроки. Вот, не азиатский, имеется в виду. Вот. А тем не менее, подтягиваются периодически и... Я, правда, не помню, кто в прошлый раз. Ну, ТГВ в прошлый раз, к сожалению, не... Не дотянулся немножечко. Но был близок. Гостислав говорит, двушечку на настроение. Настроение и так, отлично. Тем не менее, большое тебе спасибо за 200 рублей. Так, кроме одного, кроме Сокола. Да, Соколик пропустил, к сожалению. Хорошая тема. Быстрый грейд на Т2 позволяет тебе построить быстро гарг. Быстрые гарги позволяют тебе на этой карте съесть и съесть быстро дракона, из которого выпадает плюс 6, либо аурные девайсы. Артефакт аналогичный. Ну, вы понимаете, там, низины какие-нибудь, мастерские. Распространенная тема одеяния. Мага плюс 6. Выпадает ДК. Весьма неплохо. Самый плохой артефакт это 6 агилы. Наверное, из шестерки самые лучшие это вот как раз мантия. Потому что перейдет она лечу. 90 маны в плюс 6 урона. Легкий мана реген. Ну и, конечно же, самое главное, это если бы выпала аура. Какая-нибудь трушотовская, например. Было бы приятно. Очень. И лечу, и гаргам. А сейчас довольно опасный момент, потому что американец пришел харасить андеда. Но в этом плане, конечно, эльфийская база для хараса, на мой взгляд, гораздо более уязвима. То есть он тут потеряет веспов значительно больше. Ну и там строящихся зданий значительно больше, чем андед. Ну просто потому, что здесь регенчик и замедление. По дефолту у тебя как минимум одно. А как правило, если есть еще не рубка, то это парочка. То есть ты уже нормально контролишь. А колиты турбированные, вы помните. И быстро регенерируют здоровье. Поэтому разменяли телепорт на телепорт. Андед добился отменной лорницы. И, кажется, минуснул пару веспов. Эльф, кажется, не убил никого. Андед сразу после того, как справился погремушкой плеть. Это вампиризм нам выпадает. Вампири Каура гаргам на воздух, конечно, пригождается. Но эльфы не контрят гарг гиппогрифами. Они контрят гарг, как правило, экспандом. И, ну, и там, дрядами, арчами. Можно там МГ блайте добавить. Да, там гульки лучше будут есть. Но сейчас такая стадия у лабера, что он не должен вообще строить гулей. Он должен доделать определенное количество гарг для харасса. Там, не знаю, 6-8. Вот, и потом уже... Кстати, это еще разок минус лорница. Очень важный момент. Потому что у эльфа сейчас огромное количество ресурсов, которые он потратить не может. А ему это очень нужно делать, потому что вполне вероятно, лабер будет на Т3 пытаться... Экспанд... Ой, минус еще АОФ. Не, у лабера все хорошо. У лабера просто все прекрасно. Он контролирует ситуацию. Он съел то, что хотел съесть. Пару лагерей. Получил при этом, как вы видите, неплохо по экспе. То есть 3.7 на третьего Димку. То есть он не уступает эльфу по криппингу. Это очень хорошо для Андейда. Вот, сейчас вопрос к эльфу. Что он собирается делать? Знаю, что там гарги. Он пытается восстановить лорницу. Нет, это вяленький эльф, к сожалению. Ну, виспы в очевидных местах умирают. Да, у него там Т3. Арба есть. Димка начинает отбиваться. Но это третий раз уже минус лорница. Это значит, что у Андейда есть все для того, чтобы... ...спокойно дойти до Т3. О, это минус же лич. Куда она пошла? Куда лич пошла вообще? Он же вроде вправо убегал. Возможно, он не мог убежать. Из-за того, что Димка был турбированный на этих... ...на ботинках. Но как так получилось, что он справа налево побежал? Ладно, лича потерял, допустим. На Т3. Понятно, арба. Понятно, обсидианка. Понятно, нужно проверять регулярно эльфийскую базу. Альфу нужно... Ну, я не знаю. Он пытается отстроить снова лорницу. Доделывает дриад, у которых там с лорниц есть проблема с точкой сбора. Но мне не нравятся перспективы эльфа. То есть он должен думать о будущем. Он должен думать о том, каким макаром он будет сражаться с Андейдом дальше на этой карте небольшой. Особенно с Нагой, вторым героем. Против Мазгарг. Лабер делает тайминговый выход. Видимо, это Гули Френзи. И... Только что доделался Френзи. Видимо, да. Доделался Френзи. Но этот выход обычно идет под Экспанта. Экспанта-то нет, куда мы бежим. За третьим героем? Нет. Мы бежим просто на эльфа, видимо. Попутно крепимся. Гульки зря бегали за... Они должны были грызть гнол от тюремщика. Обоих. Лечевка получает второе. Смотрите, у нее артефакты классные. Пара перчаток скорости. Инта плюс урон. Ну и, конечно же, стандартная арба. Андет проверяет. Нет, это не Андет. Это эльф. Думает ставить базу или нет. Койл нова. Фокус по Димке. Он затаренный хороший. Есть инвол, есть ботиночки. Ну взять магаз, почему бы и нет. Взять магаз, взять свиток лечения здесь в магазе-то. Свиток инвол. Вот я не знаю, как эльфу с одной базы в такой ситуации играть. Возможно, он тоже задается таким вопросом, иначе здесь виз бы не висел. Но, судя по всему, у Лапса ситуация это вообще текуще устраивает. Ой, Арчи танкует гулей. Минус одна, минус вторая. Подрезал. Классно. Спасает даже гульку. Надо сражаться. Чего? Надо сражаться. Полетели. Минус гуля. Арчи страдают. Ну, гарги должны фокусить дриад. Очень просто все выходит. Свиток можно сделать сейчас. Лечевка третья, но без маны. Дриады отваливаются. МГ появляется. Таун. На него обратили внимание только две гули. А, свиток он уже прожрал в какой-то момент, видимо. Я пропустил его в этот момент. Пытается убить Диму. Фокус по Диме. Ну, ситуация очень хорошая у Андеда. Что, можно гнать дальше это. Подрезает еще дриадку. Он контролит значительно лучше, на мой взгляд. Выбегает первый Абом. Как контракт к Матунь Джейнту. Да, как контракт, в общем-то, и к Гадриадам. Один Абом вонючий. Он всем мешает. Вот, делается вторым грейдом сразу болезнь. Попытался красиво Гаргами окружить Нагу. Не добил при этом. Просто через атаку переключился на дриаду. Но, Лабер немножко ошибается. Ну, здесь уже, да, здесь тяжело. Там Хавк, судя по всему, одержал победу, потому что следующий геймнейм есть Хавка и Фоги. Снова минус миллион дриад. На одну гаргу разменивается. Дима выпивает последнее, что было в мануэлах. Пишет, ГГ, выходит. Окей, хорошо. Давайте попробуем залететь либо к Фогичу, либо к Хавку. Хавк? Нету. Ну, Хавк есть стрим, если что. У Фогич тоже есть стрим. Ну, я лучше...